Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваши ошибки с женщинами. Давайте-ка сделаем работу над ошибками и посмотрим, что же вы, может быть, делали неправильно, что нужно делать по-другому. Это будет такой, знаете, психологический расклад, наверное, в чем-то. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Обман в любви сразу же идет. Вот был в вашей жизни обман в любви. Причем даже может быть такое, что вы либо же пытались как-то помириться, либо же надеетесь еще помириться. Вот несмотря на то, что было сделано, на то, что пройдено было, вот как-то вы пытаетесь, ну, по крайней мере, мысленно точно хотите вернуть, но вернуть те годы, которые были в любви, в согласии. Конечно же, не измену вы пытаетесь, не вранье вернуть. Вы такой человек, который очень ориентирован, еще нацелен на прошлое. Вот вы еще живете прошлым. Я не могу сказать, что вот вы переключились на будущее. Вот больше вы живете прошлым воспоминаниями, страданиями какими-то, да. Может быть, даже вы продумываете, как можно помириться, что можно сделать, да. Опять же, такой вы человек, который, ну, наверное, я думаю, многое прощает по жизни. Вот очень многое, потому у вас и в жизни так получается, что как-то вот очень много вранья и лжи было в вашей жизни. Так, еще что нам расскажут карты о вас. В вашей жизни был период, когда вообще не хотелось ничего и никого. Вот просто, вы знаете, как человек, для которого все умерло, все и все. Вот период, который связан с любовью. Причем, вот знаете, что вам еще самое обидное, что вы вкладывались и деньгами, и временем всем вкладывались в человека, а это не оценилось и просто плюнули вам в душу. Вот обидно. Вот хочется сказать, что безумно обидно вам было. Обидно до такой степени, что хочется просто, знаете, ну, как ластиком стереть все свои воспоминания, куда-нибудь умчаться на край земли, чтобы ничего не помнить, потому что боль, безумная боль из прошлого не может вас оставить. У кого-то это больше, большая степень боли, у кого-то меньше. Зависимость от того, как давно был ваш развод, разрыв. То есть, если это свежие отношения, конечно же, у вас сейчас проходит, именно сейчас вот эта острая фаза проходит. У тех, кого давно, допустим, развод, разрыв был, то у вас уже, как бы, конечно же, немножечко поутихли эти страсти, но вот это вот такое похоронное настроение, состояние у вас было, это однозначно. Причем, знаете, у вас есть друзья, которые могли вас поддерживать. У вас есть немного их, но они есть. Пару-тройку друзей, вот близких людей, может быть, даже родственники, которые вам помогали встать на ноги, которые поддерживали и сейчас, может быть, поддерживают в трудную минуту. По деньгам у вас, в принципе, нормально. У вас есть и накопление, вы такой человек, который не будет царить деньгами, то есть, на такой, на всякий случай, как я говорю, да, вот. У вас есть некоторые сбережения, то есть, даже если вас, не дай богу, уволят, либо же какой-то там кризис, банкротство, то у вас есть денежка отложенная на всякий случай пока. Итак, какие же ошибки? Давайте рассматривать, что же вы такое, может быть, сделали. Какие же ошибки были? Знаете, вот может еще проигрываться, что в вашей жизни был такой момент, когда было, ну, безденежье, в какой-то либо финансовый кризис. То есть, это может, кстати, быть еще даже из молодости, может быть, даже выросли в небогатой семье, да, может быть, по молодости, пока там учились, пока начинали работать, да, пока стали на ноги. С деньгами могло быть очень туго. И причем, я думаю, вы заметили, что пока денег у вас было мало, ну, финансовые проблемы, там, может быть, с жильем проблемы, как-то и женщин особо не было, да. Потом же, когда у вас все стабилизировалось, когда вы начали развиваться уже и в работе, да, вот как специалист, вы начали зарабатывать, и довольно неплохо зарабатывать, в вашей жизни появилась любовь. Причем, любовь, которая, знаете, вот у меня почему-то идет, что вот женщина, которая была вашей самой большой любовью в вашей жизни, она либо же напоминает кого-то из прошлого, либо же как-то связана с вашим прошлым, похожа на кого-то из прошлого. Это может быть даже какая-то внешняя похожесть, это может быть, может быть, чем-то на маму вашу похожа, да, ну, какие-то черты, либо внешности, либо характера. Вот как-то связано это с прошлым, может быть. Причем, вот знаете, вот вы, если любите, вот в чем еще ваша ошибка, вот если вы любите, вы любите настолько вот самозабвенно, вот вы любите, отдаетесь полностью. Вот причем, знаете, вот казалось бы, что это же супер, да, вот, конечно же, когда любишь, нужно отдавать всего себя. Но опять же, вы, ребята, забываете, что нужно отдавать двоим. Когда это игра в одни ворота, когда ты больше отдаешь, а тебе взамен либо же ничего, либо очень мало отдаются, заботы, внимания, ласки, да, то это ни к чему хорошему не приводит. А вы вот так вот жили всегда, это была ваша основная проблема, вы растворялись своей женщине, то есть своей партнерше вы растворялись. Ни в коем случае этого делать нельзя. Всегда нужно помнить про себя, про свои какие-то хотелки, желания. А вы так жили, вы вкладывались, но забывали про себя, а потом вам делали больно. Вот женщина вам делала больно, женщина вам врала, понимаете? Но это привело к вранью, я имею в виду. Вы так жили, что вы женщину, да, с одной стороны, это супер, иметь мужчину, который будет все твои хотелки, да, удовлетворять, который будет жить ради тебя, дышать ради тебя. Это, конечно, супер, это мечта любой женщины. Но мы сейчас смотрим вот с вашей позиции и вообще с позиции, вот я чисто как психолог вам это объясняю. Никогда нельзя растворяться в партнёре. Это касается и мужчин, и женщин. Должно быть своё личное пространство. Должно быть какое-то, пусть своё маленькое хобби, увлечение, да, вот то, что вам нравится. Вы должны никогда не забывать про себя. Вернее, боже, я уже что-то такое договорила. Не забывать про себя. Смех и грех. То есть, смотрите, вы вот любите настолько вот, что забывали о том, что вы хотите, что вам нравится. То есть, вы сами свои желания как бы так опустили, где-то их туда в коробочку, да, похоронили их и всё. То есть, прежде всего, женщина, а я уже потом. Вот как-то так вы жили, да, забывая про себя. А то я уже напутала их. Так, теперь смотрите. Вот у вас, как бы, знаете, вот такое ощущение, что заложено, что женщин нужно вот боготворить. Вот то ли вас так воспитывали, то ли, ну я не знаю, вот где вы этого набрались, ребят, что вот женщин надо осыпать подарками, женщин нужно осыпать, там, я не знаю, деньгами. Это всё хорошо, это замечательно, но нужно всегда знать меру. Нужно ещё, ещё такой момент, нужно уметь говорить нет, нужно уметь отказывать, да. Потому что, смотрите, вот маленький такой секрет. Да, женщины любят таких мужчин, которые их подарками задаривают, которые на задних лапках прыгают, каждую хотелку делают, да. Но женщины не уважают таких мужчин. Вот без обид я говорю то, что есть, да, вот. Женщины уважают мужчин, которые имеют мужской стержень, умеют иногда отказать, умеют проявить свой характер, умеют где-то в чём-то, знаете, вот, ну я не говорю там прям стукнуть по столу, но какую-то твёрдость мужскую проявить. Тогда женщины борзеть не будут. А так они видели, что вот он меня любит, я что хочу, то и делаю, куда хочу, туда верчу, он всё будет ради меня делать. А потом, понимаете, люди так устроены, что нам надоедает и хорошее, и плохое. Мы привыкаем, даже не сколько надоедает, мы привыкаем к такому отношению. И когда, вот всё время, вот представьте, вот вам дают даже ваше любимое блюдо, вы его едите сегодня, завтра, послезавтра, да, и то есть оно вам постепенно начнёт тошнить. Вот то, что вам нравилось, но оно тошнить начнёт, потому что хочется чего-то другого. Потому женщины начинают борзеть, женщины начинают одевать корону, женщины начинают ходить направо-налево, да, искать какого-то разнообразия, потому что, смотрите, да, это всё хорошо, замечательно, но поначалу. Но когда ты уже сыт по горло, вот ты приходишь домой, ты знаешь, что рядом муж, который держит тапочки в зубах, который готов тебе в рот заглядывать, который там сюси-пуси и любое желание. Ну, честно, ребят, ну, это просто надоедает, это я очень мягко говорю. Вот я это рассказываю не для того, чтобы кого-то обидеть, ни в коем случае, просто я хочу немного вам открыть глаза, может быть, это будет кому-то полезно в ваших следующих отношениях. Всегда должна быть грань, всегда должна быть мера. И в отношениях в том числе нужно и любить, и отдавать, но и про себя не забывать, понимаете как? Нужно вот дозированно любить, то есть своим поведением, своим, ну, всем своим естеством показывать женщине, да, что да, я тебя люблю, но я люблю и себя, я про себя не забываю, я тоже живой человек, я тоже хочу, там, допустим, на рыбалку сходить, на охоту, с друзьями там посидеть, какой-то часок, либо еще что-то, да. У каждого это свои какие-то хотелки. Но нужно не слепо растворяться в любимом человеке. Я ни в коем случае не говорю, что не нужно там никого любить, не нужно заботиться, не нужно обижать, нет, ни в коем случае. Я, наоборот, вам рассказываю, что нужно это все делать, но должно быть все это взаимно, должно быть, во-первых, это все в унисон, и плюс не забывать о себе. Это же касается и женщин. То есть два партнера, которые любят друг друга, они любят и себя. Любят и себя. И это одно из важнейших правил, и это ваша основная ошибка, вы слишком растворялись, вы слишком много позволяли, женщины начали слишком много борзеть, потому что знали, что рядом дома есть верный пес, грубо говоря, да, который все простит, который все сделает, да, потому что он меня любит, он меня боготворит, и я что хочу, то и делаю. Он меня просто безумно любит. Понимаете? Вот есть некоторые женщины, которые так и говорят, да куда он денется с подводной лодки, он меня безумно любит, я что хочу, то и делаю, он мне все простит. Вот до чего доходит, да? Это ужасно на самом деле, но это есть. Поэтому, ребята, это ваша основная ошибка, что вы слишком сильно растворяетесь и забываете о себе. О себе люби, мам. Вот так-то. Поэтому можете, конечно, прислушиваться, можете не прислушиваться, да, это как бы личное дело каждого. Но я бы вам советовала вот все-таки хоть немножечко начать любить себя. Вот даже после вот этой вашей драмы, после вот этой вашей трагедии, которую вы пережили в отношениях, да, ну, нужно уже как бы идти в новые отношения, но уже с богатым жизненным опытом, сделав работу над ошибками и совершенно по-другому относиться, наверное. Ну, я не говорю кардинально, да, но менять все-таки, менять тактику поведения женщиной, больше любить себя. Я не призываю, да, что там мужчины должны корону одеть и футболить женщин. Нет. Я всегда говорю, это должно быть у всех. Это касается и мужчин, и женщин. Люди любят друг друга, но в то же время не забывают о себе. И такой тогда, понимаете, возникает баланс. Баланс, когда ты и отдаёшь, и в то же время и ты для себя что-то хорошее. И получаешь. И какие-то свои хотелки, да, удовлетворяешь то, что тебе хочется. Вообще личное пространство должно быть. Я думаю, вы все знаете, что это даже психологически это необходимо. Это потребность нашей психики. У каждого должно быть личное пространство. Хотя бы хоть на какие-то два часа, да, вот иногда, вот я думаю, вы замечали, хочется просто уединиться, где-то закрыться в комнате. И просто чтобы тебя никто не трогал. И хотя бы, я не знаю, полежать, почитать, посмотреть. Просто заняться тем, что вы хотите. Эта потребность есть у всех. Но когда, вот, допустим, вот люди живут, большая семья, особенно там двое детей, трое, да, комнат мало, дом небольшой, допустим, либо квартира, и этого личного пространства нет. И человек, понимаете, когда не получает личного пространства, появляется своего рода раздражение. Вот раздражение из-за того, что его достают, его напрягают. Это тоже, вот, есть такой довольно важный момент по поводу этого личного пространства. Поэтому тоже еще некоторые терки начинаются. Хотя вот из этого тоже, в принципе, можно выйти, допустим, вот как-то договариваться. Вот если у вас есть большая семья, да, уединиться негде, ну, как-то договариваться вот партнером, допустим, пока дети там в школе, либо на работе, допустим, вот муж остается дома, ну, так сказать, организованное личное пространство женой ему, она пойдет где-то там по магазинам, либо к подружкам, где-то развеется, да, либо же наоборот, мужчина говорит, я пойду там где-то по делам, либо же там с мужчинами, с приятелями пообщаюсь, а ты дома просто хотя бы телевизор посмотри, побудь одна, да, ну, то есть искать выход, вот тоже личное пространство, но опять же это может приводить к конфликтам, потому что людей это напрягает, когда вот нервная система не выдерживает вот этот и детский шум, и постоянное присутствие вроде бы и любимого человека, но тем не менее, ну, иногда хочется просто уединиться и одному побыть, поэтому, ребята, делайте работу над ошибками, я ни в коем случае никого не хотела обидеть, да, я наоборот хочу как лучше, чтобы у вас наконец-то сложились новые отношения, чтобы всё у вас хорошо было, но уже исправляя свои ошибки, поэтому думайте, как и тоже личное пространство можно создавать, если кто-то сейчас, допустим, живёт в паре, и думайте, как вообще можно выходить из кризисных ситуаций, не напрягая друг друга, не лишая друг друга каких-то маленьких радостей, удовольствий, каких вы хотите, одним словом, любите себя, любите себя и любите своих половинок, но помните о балансе, который должен быть, баланс рулит, это святое баланс, вот такой был расклад, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok